Приветствую вас. Я думаю, что ситуация заключается в том, что вы по какой-то причине не можете сказать человеку, что вам не нравится его прикосновение, что он к вам не прикоснулся. Вероятно, вы боитесь человека обидеть, вероятно, вы не можете просто говорить нет, вероятно, вы испытываете некий стыд, может быть, что-то еще. Но, тем не менее, ситуация заключается в том, что вы не можете построить свои личные границы, вы можете сказать, что вам приятно, а что нет. Это первое. Не важно, какие отношения у тренера с другими людьми, не важно, какие отношения у тренера с коллегами и прочее. Важно, немножко другое. Важно то, что именно с вами это происходит, и вы не можете себя защитить. Боясь, с одной стороны, его обидеть, как мне кажется, с другой стороны, не желая его потерять. С третьей стороны, испытывая неприятные ощущения от того, что происходит. И в этом вы правы. Следующий момент, который я хочу сказать, это то, что по вашему описанию получается, что чисто физически мужчине вы приятны. Гражут или плохо, правильно или неправильно, морально это или не морально, решать вам, я думаю, что это просто факт, который сейчас имеет место быть, и этого факта на данный момент не изменится. Вы совершенно правы, говоря о том, что не хотите получить мужчину неравнодушного к вам и не способного с вами работать. Но чтобы это сделать, нужно четко расставить личные границы, которые вы не расставляете, а позволяете ему к вам прикасаться. Может быть эти прикосновения не значат ничего, а может быть они значат то, что у мужчины есть к вам симпатия, но вне зависимости от этого, как я уже сказал, вам нужно расставить все точные и сказать мужчине, что вам неприятно. Чтобы, ну, надежды ему не давать, да и, в общем, как бы четко, четко отграничить себя и его. Вот. Это может быть что-то серьезное, я думаю, сильно вряд ли. Насраживать немного, чтобы задать этот вопрос сами, как будто бы не будучи способны самостоятельно оценить то, что происходит. А насраживает и то, что вы говорите про его семейное положение, типа, что он женат и так далее. Ну, вот. Вообще насраживает, что вас все это беспокоит и что вы не можете воспринять это просто как так называемый человеческий фактор. Как казус человеческого фактора, когда, например, например, тот же мужчина работает в течение двадцати лет с людьми, а в один прекрасный день видит, допустим, клиентку и ему хочется до нее допронуться. Но вообще просто так, без какой-либо мысли, будь то сексуальной, будь то какой-либо еще. Вот просто допронуться и все. Вот. Такое вполне может быть. Это импульс. И сам по себе импульс не имеет какого-либо заряда. То есть он не позитивный и не негативный, он не хороший, не плохой, он просто есть. Тут, значит, это очень другой вопрос. Поэтому я думаю, что основная ваша проблема в невозможности простроить личные границы, невозможности сказать человеку нет, невозможности влиять на то, как люди с вами общаются, как люди с вами взаимодействуют и так далее. Ведь вы почувствовали, что человек вторгся в ваше личное пространство, но ничего не сделали, чтобы себя защитить и ничего не делаете до сих пор. Потому что... А вот почему? Хороший вопрос. И вот то, что вы себя не защищаете и сублимируется, как мне кажется, в все вот эти вот переживания, во все вот эти вот дополнения, которые вы написали к своим вопросам. Да и, собственно, сам вопрос – это сублимация. Сублимация того, что вы себя не защитили, чувствуете некая обиды на тренера и некая досады на себя. Ну, классическая история такого, я бы сказал, проявления, может быть, немножко стыдного. Сам стыдно. Ну, все, с этим нужно работать. Вот. А иногда, иногда, не всегда, бывает ситуация, при которой человек чувствует то, что демонстрирует другой. Иными словами, мужчина может ощущать то, что вы сами чувствуете. Если вы одиноки, если возобнование было мужчины, если вы тяготитесь своим одиночеством, если вы не живете интимной жизнью, а если занятия спортом, фитнесом вы используете в том числе для того, чтобы отвлечься, то мужчина может это чувствовать и, как бы, отражать вам то, что вы сами посылаете. Вот. В таком случае, если же, нужно разбираться именно с вами, что непосредственно вы транслируете человеку. Вот. Потому что, знаете, бывает иногда так, что идёт, к примеру, женщина. Она откровенно одета. Вот. Она откровенно вызывающе одета. Но на неё не то, что нет желания смотреть, а любая другая вещь в мире кажется более интересной, чем она. Бывает женщина абсолютно в обычной, ничем не привлекательной внешней одежде, непримечательной идёт. И так кажется, что кроме её никого больше не существует. Вот. Это связано отнюдь не с тем, что есть люди красивые, а есть люди некрасивые. Это связано отнюдь не с тем, что у человека есть какое-то очарование. Вот. Хотя, конечно, харизма у некоторых людей присутствует. Нет. Связано это именно с тем, что каждый из людей демонстрирует, что каждый из людей транслирует. Если человек транслирует, что вот я отчаянно пытаюсь привлечь к себе внимание, а на самом деле я чувствую себя пустым местом, то к нему так же и к этому человеку и относятся. Он пустым местом. Но если человек транслирует, что я значимая и я важная и так далее, и я, там, со мной все должны считаться, то к какому человеку будут относиться соответствующие. Поэтому я настоятельно рекомендую вам прислушиваться к себе и постараюсь ответить на вопрос, какой глубинный посыл у вас к мужчинам на это какой. Вот если бы можно было сформулировать посыл к мужчине, ну, например, двумя словами. Какой это был бы посыл? Вот постарайтесь себе на этот вопрос ответить, только честно. Честно. Я не говорю еще раз, что все дела здесь. Только важно, что мужчина вообще не получил. Нет. Поймите правильно то, что я имею в виду. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Ciao. Поймите, хорошо, тебе надо снять немного